Всем привет! Ну короче, тут такое дело, подъехало описание моей аушки без сценария. Не, ну вы меня, конечно, извините, я постараюсь написать и записать звук нормально, но сценарий мне писать лень, поэтому вот так вот. Спойлер. Автор послал канон к чёртовой бабушке, просто ничего от канона не осталось, зато дополнений от автора куча. Думаю, что это будут смотреть только мои подписчики, поэтому про персонажей рассказывать не буду. Расскажу только о некоторых нюансах моей аушки. Итак, приступим! Первый нюанс моей аушки — это жизнь пиковых дам в моей ау. В каноне, ну, живут как все клоны они. Но в моей аушке пиковые дамы имеют либо же превосходство, либо же принижение над другими. Это вы можете как бы воспринимать как минус с плохой стороны и как плюс с хорошей. Что же с ними не так? А их можно как призраков призывать. Я думаю, пояснять, откуда это взялось, не обязательно, но я всё же поясню. Вы же все знаете, что пиковую даму можно призвать. Так вот, мой мозг подумал, что в моей ау это тоже будет можно сделать. Из-за этого у них есть некоторые возможности, которых нет у других клонов, к примеру, сепёхаться куда-либо, то есть телепортироваться. Но это до усрачки больно. Поэтому они ненавидят этим заниматься и, знаете, что лучше поедут в машине или пойдут пешком. Также они, естественно, раз являются чем-то, что можно призвать, соответственно, являются сверхъестественным нечетом. И из-за этого у них есть свой мир. А живут они и в зеркалах. Вы же знаете, что приходят. Они именно из зеркала. А начертить им нужна дверь, чтобы они могли выйти. Но в моей аушке существует всего три пиковые дамы. Я думаю, вы шарите, кто это. Но Эмма живёт в отдельной квартире, так что в моих видео её почти никогда не видно. И эти самые прекрасные три личности нашли способ спокойно ходить из зеркала в зеркало, даже без дверей. Мир, в который находится за зеркалом, называется Зазеркалье. Блин, как же логично! Ты так шикарно придумываешь аушки! Просто ваушно! В этом самом Зазеркалье существуют различные существа, в которых много кто не верит. В том самом Зазеркалье живут такие вещи, как призраки и русалки и так далее. Многие считают, что это детские сказки. И чем меньше людей в них начинает верить, тем меньше они существуют. Поэтому цель Варри доказать всему миру, что пиковые дамы существуют, да у неё это получается хреново. Но Челик понимает, что если он этого не сделает, он может однажды умереть. Потому что чем меньше людей, опять же, повторюсь, верят в какое-то существо, тем больше шансов, что оно скоро просто так начнёт вымирать. Насчёт русалок. Если вы сейчас представили красивых, потрясающих, милых девушек, плавающих там в озёрках, таких красивеньких и миленьких, я вас поздравляю, вы представили правильно. Угу. Они такие только, когда им это нужно. Но чаще всего в своём обычном обличье они выглядят как зомби с хвостами рыбы. Кстати, насчёт зомби. Они там тоже есть. На самом деле, жизнь в Зазеркалье пиковым дамам не очень нравится, но иногда, чтобы уединиться, они уходят туда. Так как знают, что другие клоны без их помощи не смогут попасть туда. Я бы сказала это видео скорее про разъяснение вот этого внутреннего мира. Этот внутренний мир воспринимается как отдельный город. Если вам интересно узнать побольше фактов о Зазеркалье, то я вам расскажу. А сейчас, так как мне лень делать по этому поводу минифильм, я скажу, что у Варьи есть подруга, которую зовут Флёр, и она тоже пиковая дама, и познакомились они в этом самом Зазеркалье. Следуя из этого, мы можем понимать, что в Зазеркалье пиковая дама проводит большую часть своей жизни. Но как большую часть? Когда они оттуда выбираются, они уже имеют спокойное право не возвращаться туда до того, как их вызовут. Как же они, собственно говоря, живут? Их возраст начинает считаться не от рождения, а от зарождения. Что же такое зарождение? Вы же знаете, как дети в желудках зарождаются? То есть не в желудках, а в животах у людей. Они же как бы их возраст с этого момента считать не начинают. Потому что когда вы рождаетесь, вам не может быть сразу 9 месяцев. У них наоборот. То есть как только вы рождаетесь, вам сразу столько, сколько вы прожили уже в чьем-то там зарождении. Только вот они не зарождаются в желудках. В зазеркалье почти все стены выглядят как черная непонятная масса, которой прирастают маленькие дети, появляющиеся из эмоций, которые отпускают люди в окружающий мир. То есть если человек там улыбнулся и испытал истинную хорошую эмоцию, эмоция сразу летит в зазеркалье и прирастает к стене, после превращаясь в ребенка. А ребенок будет очень позитивный. Если же человек испытает грустную эмоцию, она тоже улетит в зазеркалье и получится, скажем так, пиковая дама с депрессией. А если же пиковая дама более разносторонняя, чем одна эмоция, такие, кстати, очень часто встречаются, то это либо же перерождение самого обычного челика, либо же ребенок, который по каким-то причинам не смог родиться. Например, его там убили, типа сделали аборт или еще что-то. То ребенок сразу же, его душа в моей АУ перевещается в зазеркалье и превращается в пиковую даму. Но как только она превратилась, так скажем, душа или эмоция в пиковую даму зародилась там, она не сразу пошла гулять там, такая, все хорошо у нее, нет. Она прирастает к этой самой черной субстанции в стенах, про которую я говорила ранее, и она не может оторваться, пока ее кто-нибудь не оторвет. То есть там призрак или зомби какой-нибудь, проходящий мимо. При этом тот, кто ее оторвет, он станет ее как бы родителем, будет считаться. То есть даже в документах ей напишут, что это ее родитель. Она может потом найти других родителей, но ее родителям по документам по-прежнему останется тот, кто ее оторвал от стены. Возможно, вам интересно, кто же оторвал варю от стены. Вы в жизни не поверите, но это сделал маленький паучок. В зазеркалье ползают очень много самых обычных пауков, которые просто каким-то образом заползли, допустим, во время вызова духов и попали в петлю вот этого вот вызова и оказали в зазеркалье. Так вот, однажды один достаточно ядовитый тарантул попал в то самое зазеркалье, но и как бы его это не парило. Жратва там есть, поэтому он оттуда даже не пытался выбраться. И вот однажды он плюнул, короче, вот этим вот ядом или же кислотой. Я знаю, что реально тарантулы вроде как так не делают, но это ж моя ушко. В стену, чтобы вы понимали, между кожей фиковой дамы и стеной есть небольшое маленькое расстояние, то есть, но все равно она приклеена к ней. Короче, попала как раз-таки в это расстояние и разжрала, разъела вот эту вот черную фиговину, и Варя пошла, поэтому ее родителем по документам является паучок Иришка. Почему Иришка? В будущем она забрала себе этого паука и назвала его Ирина. Поэтому Варя очень сильно любит пауков, рептилий и вообще все мерзкое. Вот как вы можете заметить, этот ребенок достаточно разносторонний, и он не появился из какой-то одной эмоции. Он появился именно из души ребенка. Вот. Но! Я сейчас рассказываю конкретно про Варю, но остальные пиковые дамы, напоминаю, могут появляться там еще из чего-то. Как же появилась вообще вся эта традиция зарождать пиковых дам, и откуда вообще появилось вот это все? Как же они стали зарождаться? Сами по себе так работала вселенная, а вовсе нет. История про одного парня, опять же моя, ау, я еще раз повторюсь, что я послала канон нафиг, потому что я боюсь комментариев, что пишут, что это вообще не по канону. Я знаю, что от канона здесь ничего не осталось. Так вот, тот самый пацан, про которого сейчас пойдет речь, был достаточно таким челиком, который обожал храбреться перед друзьями. И вот однажды его друзья узнали, что в деревне, в которой они жили, появилась ведьма. И предложили пацану, если он не испугается, пойти и сыграть с ней в карты. Ну, он, естественно, такой, что я испугаюсь, я испугаюсь, да ты что, ржешь, что ли? И пошел играть с ведьмой в карты. Она его даже пальцем не тронула, как вы можете удивиться, она ему ничего даже сделать не попыталась, хотя это ведьма. Но вот дело в том, что когда ведьма отошла, потому что ей позвонили в дверь, и она решила на всякий случай ее подпереть, мало ли, там пришли охотники за головами ведьм, и оставила пацана в комнате одного на две минуты. Он подумал, а что, если мне не поверят, что я ходил к ведьме, и, короче, стырил у нее какую-то настойку. Но тут, когда он уже поднес руку к полке и собирался взять оттуда настойку, ведьма все-таки заходит в комнату, он испугался, у него дрогнула рука, и эта самая настойка пролилась на колоду карт. А с самого верху лежала пиковая дама карта, и она, короче, впитала в себя всю эту настойку. Ведьма подходит к тому парню и говорит, ты обрек эту карту на вечное проклятие. Она исчезает. Пацан так и не узнал, что это было за проклятие, а вот все пиковые дамы теперь на протяжении нескольких лет вынуждены существовать и страдать бессмертием. Вы скажете, почему же бессмертие это проклятие? Представляете, что даже если вы захотите умереть, вам надоест жить, вы не сможете ничего с этим сделать. У вас будет куча проблем в жизни, вы все равно не сможете с этим ничего сделать. Плюсом еще постоянное причинение боли тебе при вызовах, когда тебе нужно расщепить себя на немелкие кусочки всего лишь для того, чтобы пройти в зеркало и поприкалывать очередных детей, которые вызывают тебя. Если вы что-то не поняли, я прошу задавать вопросы, а это конкретно история про такой момент, как зазеркалье и часть, где живут пиковые дамы в моей АУ. Опять же повторюсь, если что-то непонятно, пожалуйста, пишите в комментариях, я сделаю вторую часть. Я очень хочу, чтобы вы поняли, как работает моя АУшка и как вообще работают все вот эти пиковые дамы, зазеркалья и все вот эти штуки. Также еще один факт о пиковых дамах это то, что по идее они были созданы злой черной магией, чтобы творить зло. Поэтому сами по себе они достаточно редко испытывают добрые эмоции. Поэтому если вы видите пиковую даму, которая искренне хочет вам помочь, блин, вы нашли редкий экземпляр. А теперь всем большое спасибо за просмотр. Я надеюсь, что мне не будет лень делать вторую часть. А знаете, что я обожаю болтать, ну хотя у меня это фигово получается. Поэтому, наверное, лень делать вторую часть мне не будет. Опять же повторюсь, что всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте, если у вас есть вопросы, задавать их в комментариях. Всем спасибо, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok